Да, добрый день всем, здрасте, у кого, ну да, участковый день, у кого вечер. Сегодня мы продолжаем нашу серию семинаров, которая посвящена Дмитрию Ильичу Соломону. И это первый такой уже не организационный, а научный семинар. И он перешел к нам с прошлого года. Это Роман Аронович Поляк, который согласился сделать этот доклад о золотых годах оптимизации. Он планировал его сделать в прошлом году, но так получилось, что на тот момент у него не было доступа к тем материалам, которые позволяли это сделать. И так этот семинар затянулся до 14 марта. Поэтому наш первый такой научный семинар, который есть, он начнется с того, что я думаю, что никто нам рассказать не сможет, кроме Романа Ароновича Поляка. О тех годах, давних, когда творилась в основном эта наука под названием оптимизация. Роман Аронович, мы там в объявлении семинара поставили немножко неправильное название. Золотые годы в оптимизации. Я думаю, что мы их исправим уже согласно вашим слайдам. Золотые годы оптимизации. Ну и для всех, кто первый раз видит или слушает Романа Ароновича Поляка, я тогда коротко остановлюсь на его коротком резюме. Он родился в Киеве, получил степень бакалавра или магистра с отличием по математике и физике в 1960 году. А диссертацию защитил в 1966 году в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР. Он был старшим научным сотрудником НИИ планирования и нормативов Госплана СССР, украинский филиал, город Киев. Он был отказник с 1979 по 1988 год. После эмиграции с бывшего Советского Союза в 1988 году он был приглашен в Адссон Ресерч Центр Айбем, где в течение четырех лет работал в должности приглашенного ученого в отделе математических наук. С 1993 по 2013 год он профессор математики и исследования операции Джорджа Мэйсу университета Штаты. С 2013 по 2021 приглашенный профессор отдела математических наук Технион Хайфа. Он является автором теории нелинейного рецкалирования для решения оптимизационных задач при наличии ограничений. Теория и методы нашли широкое применение в оптимизации строительных конструкций, задачах распознавания образов, планирования радиационной терапии, создания искусственных материалов и множестве других областей. Он автор более 60 статей, опубликованных в реферилии журналов. И недавно в издательстве Шпрингера опубликована его книга «Введение в непрерывную информацию». Это вот та книга, которую Роман Аронович показывал со своей поликой. Она отразила его основные достижения за 30 лет, поэтому я думаю, что у нас будет возможность, по крайней мере, ссылку на эту книгу я разошлю всем, так что вы сможете посмотреть. За создание теории и методов он получил премию Фулбрайта, заработал в методах оптимизации. Он неоднократно получал различного рода такие большие гранты НСФ и НАСА. Ну, я помню его преподавание в нашей РДНТП, в Республиканском доме научно-технической пропаганды. Мне приходилось слушать его лекции по методам Ньютона. Вот в этот я помню его как прекрасного лектора. Вот это были 80-е годы, где-то 82-83 годы. Ну, и я думаю, что вы сможете сегодня убедиться в этом, послушав его доклады. Да, тема доклада я уже озвучивал, это «Золотые годы в оптимизации». Ну, и доклад запланирован где-то на время около часа. Поэтому, Роман Аронович, вам слово, а мы будем внимательно слушать вас. Спасибо, Петр. За приглашение его доклад. Я как-то с трудом называю это доклад. Может быть, лучше это называть беседой. Вот о золотых годах оптимизации. Я хотел бы эту беседу посвятить тем, кто сделал эти годы золотыми годами в оптимизации. К сожалению, большая часть моих друзей и коллег уже не с нами. Я бы хотел посвятить эту беседу их светлой памяти. Я начну свой доклад, будем для простоты называть это так, с фотографии Юрия Дмитриевича Соколова. Юрий Дмитриевич Соколов известный математик и механик, профессор, член-корреспондент Украинской Академии Наук. Он работал до войны в Политехническом институте. После войны он длительное время заведовал кафедрой математики в Инженерно-строительном институте. Участвовал в создании Института математики. Но я хотел бы сказать не об этой части биографии и такой выдающейся личности, как Юрий Дмитриевич Соколов. Юрий Дмитриевич Соколов является праведником мира. Он совершил подвиг, о котором даже сейчас, по прошествии стольких лет, с трудом можно говорить. Рискуя жизнью, он и его жена Мария Александровна в течение двух лет прятали и тем самым сохранили жизнь Симона Зравича Зуховицкого. Так Симон Зравич выглядел в те годы. Юрий Дмитриевич не мог уехать в эвакуацию из-за болезни матери. А Симон Зравич, имея броню, добровольцем пошел на фронт, попал в плен, удрал из лагеря. И в конце сентября 1941 года, поздним вечером в Киеве, где висели тысячи объявлений, что за сокрытие еврея смертная казнь на месте, он в этих обстоятельствах постучался к Юрию Дмитриевичу. Мария Александровна его обняла и сказала, что все, что будет с нами, будет с тобой и наоборот. И в течение двух лет, рискуя собственной жизнью, они сохранили жизнь Симона Зравича, который через еще довольно много лет, мы об этом будем сегодня говорить, стал моим учителем. Они, Юрий Дмитриевич и Мария Александровна, получили звание «Праведники мира». О них есть специальное место в Ядвашем. Это музей, где хранятся сведения о таких выдающихся людях. Когда кончилась война, Симон Зравич вновь решил пойти на фронт, но старшие товарищи ему объяснили, что дважды искушать судьбу не имеет смысла. И в начале 1944 года, Киев освободили 6 ноября 1943 года, в начале 1944 года он возобновил свою педагогическую деятельность в еще не отапливаемом Киевском университете. Юрий Макарович Березанский, который хотел заниматься физикой, попал на лекцию к Симону Зравичу и заболел математикой, отдал ей свою долгую жизнь, долгую и очень продуктивную жизнь. Симон Зравич еще до войны связался с очень сильной группой математиков, которые жили во Львове. Он до войны пригласил панаха и сразу после войны опять пригласил панаха в Киев. И Николай Николаевич Боголюбов, который был теканом в факультете, где работал Симон Зравич, и Симон Зравич решили перевести книгу банаха. И эта книга банаха была переведена Симоном Зравичем с французского языка на украинский. Она, насколько я знаю, стала первой книгой по функциональному анализу, доступной в Советском Союзе. Он продолжал свою педагогическую деятельность в Киевском университете. Среди студентов, которые тогда слушали его лекции, были Березанский, Королюб, Михалевич, Скороход и другие. И деканом, как я сказал, был Николай Николаевич Боголюбов, который хорошо относился к Зуковицкому. И в 49-м году Симон Зравич защитил докторскую инсертацию. Среди прочих вещей, которые он сделал в своей докторской инсертации, был метод для отыскания Чебышевского приближения переопределенной системы линейных уравнений. То есть, есть больше уравнений, чем неизвестных. Переносите все в левую часть, переводите абсолютную ветчину, максимум по уравнению и минимум по х. Значит, дело сводится к минимизации кусочнолинейной выпуклой поверхности. Симон Зравич воспользовался идеей, которая восходит в фурье. И он сделал метод, который работает следующим образом. Вы находите точку на ребре и двигаетесь по ребру, убывая от одной вершины к другой. И, как сказал фурье, вы быстро оказываетесь в минимуме. Значит, оказалось, но это выяснилось не сразу, а много лет спустя. Оказалось и выяснилось это в результате статьи Штифеля, что метод Зуховицкого для решения вот этой переопределенной системы является ничем иным, как симплекс-методом для решения соответствующей задачи линейного программирования. К тому времени, хотя линейное программирование как бы зачал Конторович Леонид Витальевич еще до войны, он обратил внимание на то, что целый ряд практических задач сводится к отысканию минимума или максимума линейной функции на многогранном множестве. Но распространения его результаты не имели. Надо сказать, что Леонид Витальевич в какой-то момент написал письмо Сталину о том, что нужно бы применять математику для решения народно-хозяйственных задач. Но никакого ответа не было. Между тем, в Соединенных Штатах и на Западе, но в особенности в Соединенных Штатах, линейное программирование получило огромное распространение. И главным образом потому, что Данци в 1947 году придумал так называемый симплекс-метод для решения задачи линейного программирования. А Джон Фон Нойман в этом же году объяснил Данцигу, что со всякой задачей линейного программирования связана двойственная задача, что оптимальные значения функции прямой двойственной задачи совпадают, и что выполнены условия 2, это так называемые условия, дополняющие нежесткости. Очень важная вещь. Между тем, значит, в конце 40-х, начале 50-х годов Николай Николаевич Боголюбов был переведен в Арзамас для работы над ядерным проектом, а вдруг появились как бы откуда ни возьмись безродные космополиты, а потом еще врачи-вредители. Ну, в результате этой кампании Симон Андреевич лишился своей профессуры сперва в университете, потом в педагогическом институте, и с 53-го года работал в Луцком педагогическом институте, заведуя кафедрой математики. А вот 70 лет тому назад, 5 марта, умер вождь учитель всех народов, и после этого возникла так называемая оттепель, в результате чего начали выходить из лагерей люди, и появилась какая-то новая атмосфера, более свободная. Симон Андреевич вернулся в Киев, это уже был конец 50-х годов, он обнаружил эту статью Штифеля и целиком сосредоточился на оптимизации. Это был поворотный пункт в его жизни и в каком-то смысле тоже поворотный пункт в жизни его учеников и меня в частности. Танцик не получил Нобелевскую премию, но Конторович и Кубманс ее получили в 1975 году за их вклад в Allocation Limited Resources. Другим источником для оптимизационной науки в 1950-х годах явилась импут-аутпут модель Василия Леонтьева, за которую тоже он получил в 1972 году Нобелевскую премию. И у Конторовича появились соратники немчинов и новожилов, которые за работы уже по линейному программированию и импут-аутпут получили Нобелевскую премию и тем самым оптимизационная наука в Советском Союзе получила права гражданства. Я, тем не менее, хотел бы вернуться вот тут, видите, вы знаете, здесь почему-то очень важный слайд, в котором я цитирую Данцига о том, что линейное программирование явилось революцией, которое позволило решать очень сложные задачи. Ну, почему-то у меня этот слайд провалился, я не знаю куда. Значит, в момент, когда я впервые услыхал слова «линейное программирование», это было 62 года тому назад. Случилось это на семинаре, в котором руководил Зуховицкий. Доклад делал Зуховицкий именно об этом методе для отыскания Чебушевского приводлежения или определенной системы линейных уравнений. Ну, нам, когда Борис и Наум и мой друг, автор многолетний Матвей Примак, мы просто на годки Юра Ермолев на несколько месяцев в старший раз. Ну, должен сказать, ну, нам было тогда по 23 года, и в этой всей оптимизационной комьюнити единственным взрослым был Симон Израевич. А он был оппонентом по кандидатской диссертации у Бориса Николаевича и у Юры. И, ну, поскольку он нам поручал всякие технические вещи, в том числе и познакомиться с результатами, то мы имели удовольствие вот с Юрой в Ботаническом саду провести много часов. Юра нам рассказывал о своих результатах по задачам на графах. Я, в частности, узнал о задаче о максимальном потоке от него. Ну, и Боря тоже с нами работал. В результате мы помогли подготовить отзыв, отзывы, и, значит, они получили ученые степени. Должен вам сказать, что меня поражала работоспособность и Бориса Николаевича, и Юрына. быстро, как они быстро все делали и талант, такой большой талант чувствовался. Ну, значит, со временем стали выходить их книги. Вот я приведу несколько книг пшеничный. Вот это книга с Данилиным, книга Наума, это чуть позже, Юра, и, да, и стахастического программирования. И вот здесь я хотел бы остановиться более подробно. Потому что нон смус оптимизейши и эллипсоид метод, эллипсоид метод, и результат Хачьяна, связанный с прениминальной комплексити в мировой оптимизации сыграли такую роль, как появление спутника в 50-х годах. Вначале в Советском Союзе. То есть на Западе считалось, что ну, значит, никого же из нас на Запад не выпускали, наши результаты практически там были неизвестны. и Советский Союз считался провинцией. А западные ученые Европа и Соединенные Штаты, они все время между собой общались и ездили и конференции и все. Значит, они считали, что главные вещи происходят там. И вдруг вот такая сенсация полиномиальность эллипсоид метод и его полиномиальность. Значит, статья об этом была на первой странице Нью-Йорк Таймс. Как бы новый спутник. Вот таким образом это характеризовалось. А в чем вообще суть вопроса? Суть вопроса в том, что Симплекс метод, будучи очень эффективным на практике, очень эффективным на практике. Тем не менее, да, вот эта фотография в Лазане, мы с Леней покойным уже, значит, вот, вот. Значит, Симплекс метод, который чрезвычайно эффективен на практике, тем не менее, экспоненциальный. Соответствующий пример клеи Минти появился в 73-м году. Мы рассматриваем сейчас задачу линейного программирования, когда надо максимизировать X3 и начинаем с начала координат. И вот для того, чтобы попасть в 001, нам надо пройти все вершины. Вот это указано стрелками. То есть, можно было бы двинуться из 0000 в 001 сразу, но мы этого не знаем, вообще говоря. И двигаясь от вершины к вершине, мы должны рассмотреть force case, то есть, худший случай, когда мы можем перебрать все вершины. А это 2 в степени n. А это 2 в степени n. Значит, метод этот симплексный, экспоненциальный. И тут появился Леонид Хачьян. И большая его заслуга в том, что он ввел понятие l информационный вход в задачу линейного программирования. Это количество нулей и единиц, с помощью которых можно записать условия задачи. Значит, условия задачи это матрица А, то есть, элементы А и G, потом правая часть В и целевая функция С, ну и там знаки и так далее. И он доказал Лему, он доказал Лему, о том, что если мы найдем точку из окрестностей, которая имеет радиус 2 в степени l, то кик со звездой можно уже, так сказать, ну очиститься от того, что не нужно и прийти кик со звездой за n-ку. И тем самым он доказал существование сейчас, извините, я еще, я опередил немножко себя. Значит, вот это Лема, это важная очень Лема. Теперь, как же получить х из этой окрестности? И вот оказывается, что х из этой окрестности можно получить воспользовавшись элипсоид методом. который независимо открыли Наум Шор и Юдин и Немировский примерно в одно и то же время. Хачьян воспользовался элипсоид методом, который вот дает вот эту оценку по функции. И получается, что если вы сделаете n-квадрат таких шагов, n-квадрат таких шагов элипсоид методом, вы можете сократить расстояние по функции до решения в e-раз. e это 2,7. То есть, чтобы получить 2 в степени минус l, нужно нужно вот такое количество нужно n-квадрат. Надо логарифм. Надо взять логарифм и тогда получится, что для того, чтобы получить х из окрестности радиуса 2 в степени минус l нужно n-квадрат шагов, таких больших шагов и каждый шаг требует n-квадрат операций. То есть, общая сложность по числу операций m4l. Теперь случилось следующее. Значит, поскольку Америка очень практическая страна, то сразу решили проверить, как работает на линейном программировании метод эллипсоидов. И оказалось, что практически на всех задачах симплекс метод пьет метод эллипсоидов. То есть, немножко энтузиазм упал и вдруг появилась работа Кармаркара 1984 года, в которой ту оценку, о которой я только что говорил, можно получить, но не с множителем единица минус единица на n-квадрат, а единица минус единица на n. Это сильно меняет дело, потому что вы это е в степени минус единица получаете за n шагов, а не n-квадрат, и каждый шаг стоит n в степени 2,5, то есть total n в степени 3,5 l. И вслед за этим возникло огромное количество, огромная активность возникла, и очень быстро ренегар показал, что n можно заменить на корень из n, и тем самым общее количество операций снизилось до n-кубнаэл, это ренегар сделал с помощью так называемых distance functions, а кармаркар, извините, а гонзага сделал то же самое, ту же самую оценку получил с помощью барьерных функций, функций, о которых я еще буду говорить. Ну, и в те же 88-93 годы Нестеров и Немировский создали совершенно замечательную в эстетическом отношении ничего лучшего я не видит, понимаете, замечательную self-concordance теорию, которая тоже давала значит решение за n-кубнэл операций. А я не могу удержаться от того, чтобы все-таки не показать, показать, хочу показать, как эта барьерная функция работает. Смотрите, значит, для простоты давайте считать, что f от x и звездой равно нулю. Задача наша минимум fx при c а и x больше либо равно нулю. Тогда эту задачу с ограничениями можно заменить на задачу без ограничений. Вот эту задачу без ограничений как максимум из этих функций. Это легко вы в этом можете убедиться. Как максимум. Окей? И в чем же тут дело? А дело в том, мы таки заменили на задачу без ограничений, но независимо от того, насколько смуз, насколько гладкими являются эти функции, вот эта функция всегда будет негладкая и всегда в решении она будет негладкая. Всегда. и что же такое барьерная функция? Барьерная функция это то, что позволяет нам вместо негладкой функции максимум рассматривать гладкую функцию. Но это такая гладкая функция, это барьер, который стремится к бесконечности, вот это P стремится к бесконечности, когда X приближается к решению стремится к бесконечности. Теперь в классической книжке Фиака и Маккорбик разработана теория и все эти доказательства, что если мы будем искать минимум для K, которая увеличивается, это параметр K, которая увеличивается, то можно гарантировать сходимость вот этих минимумов к решению. Но посмотрите, значит, это smooth approximation, вот гладкая аппроксимация, нельзя придумать ничего хуже этого в решении, потому что разница между аппроксимацией и самой функции в решении равно бесконечности. Поэтому эта теория вышла из моды быстро, но оказалось, что если следовать вот этой кривой, которая соединяет минимумы, не искать минимумы, а быть близко к ней, это так называемый гомотомпиметр, быть близко к этой кривой, можно получить результат, о котором я говорил. Значит, Фриш ввел эту функцию барьерную в 54-55 годах, вот, он получил Нобелевскую премию по экономике, по экономике, и мало кто знает, за что он получил Нобелевскую по экономике, но все знают Фриша как автора вот этой барьерной функции. И вот это и есть схематически на одном слайде interior point метод. Что же это такое? Если вы начнете x1 недалеко от минимума и сделаете один шаг Ньютона по минимизации этой барьерной функции и аккуратно обновите множитель, барьерный множитель, то случится следующее, случится следующее, что новая точка x1 будет тоже это называется теплый старт, будет теплым стартом и сделав еще один шаг, вы опять получите теплый старт и каждый шаг будет стягивать значение функции до оптимального Ф с единицей минус альфа на корень из n раз и альфа равно 1 13 теперь Стив Смейл это очень знаменитый математик он один из крупнейших математиков в 20 веке ну серьезно заинтересовался этой проблемой и я имел удовольствие с ними общаться с Майком я работал просто Майкшу я работал в IBM тогда значит много от них тоже я узнал и как-то понимаете не то что оптимизация получила гражданство так сказать как самостоятельная наука она получила гражданство к ней стали уважительно относиться выдающиеся математики которые в это время работают то есть она получила гражданство в математике и это очень было существенно и теперь я хочу еще показать одну вещь вот еще одна задача линейного программирования вот наша целевая функция у нас линейное ограничение вот оно ах равно и не отрицательность то есть наша физбл сет то есть допустимое множество это вот этот отрезок теперь нам надо найти минимум значит минимум это вот то есть точка ближайшая к этой прямой это будет их со звездой теперь что же происходит давайте мы возьмем на этой отрезке точку х0 впишем в неотрицательный октант эллипсоид максимального объема и потом на пересечении линейного многообразия ах равного куб и эллипсоида найдем вот пересечение это будут две точки и среди них выберем ту которая ближайшая к этой прямой кажется х1 вы возьмете х1 соцентр нового эллипсоида максимального объема и продолжите процесс и вы видите что вы сходите с х2 вы сходите с х со звездой что это такое это ничто иное как так называемый афайн скейлинг метод афинного скалирования который за 20 лет до Кармаркара придумал Диккен ученик Леонид Витальевич и случилось это в 67 году и статью он опубликовал в докладах Академии Наук СЦ ну я могу пропустить понимаете там я даже допускаю финичный или шор может пропустить но Борис Теодорович Поляк не может пропустить такую вещь оказалось все пропустили и только стало ясно да а теперь смотрите какая оценка у него оценка смотрите какая оценка замечательная оценка даже меньше чем альфа на корень из n но но есть беда есть этот эпсилон с и вот этот эпсилон с который сходится к нулю но он портит всю картину до сих пор нет полиномиальности значит вот афайн скейлинг в двумерном случае в двумерном случае надо быть в центре в центре многогранника в центре и как вы окажетесь берете точку строите элипсоид но он имеет такие размеры что держит вас в центре находите максимум линии линейной функции на элипсоиде максимум этот берете этот центр и так далее значит в 1986 году Паркес и мне довелось с ним работать в IBM и и Вандерпай Вандерпай Макетон и Фридман из AT&T тоже крупная компания они в точности переоткрыли метод Дикина Афайн Скейлин метод Дикина просто переоткрыли не зная в том что это было сделано много лет назад значит почему это важно потому что когда стали имплементировать методы внутренних точек то форма в которой Кармаркар представил задачу линейного очень неудобная очень неудобная а вот вот такая форма линейное многообразие и неотрицательность очень удобная для метода афинного скалирования поэтому первые применения были вот этого афинного скалирования я появился в Соединенных Штатах в июне 88 года на второй день я был на конференции буквально на второй день на конференции и уже в 88 году все знали что Дикин сделал афинский метод у меня спрашивали где Дикин ну а он же работал в Сибири он работал на озере там где озеро Байкал в Яркутск по-моему это город такой ну я я сказал ну и Дикин в Сибири а они недоуменно на меня смотрели неужели посадили ну вот это это Дикин и очень чуткая произошла вещь чуткая произошла вещь значит я разговаривал я звонил Дикину разговаривал с ним я ему сказал что я получил метод Дикина я получил метод Дикина как свойственный так называемому Лежан Трансформейшн методу вот и он говорит хотелось бы знать детали я ему послал а потом я опять позвонил а его уже не стало это было в девятом году и его покойная вдова прислала мне вот эту книгу ну Боря Борис Теодорович способствовал и изданию этой книги я эту серию заканчиваю вот этой книгой всем известной вам-то хорошо известной которую мне на ум подарил в Тель-Авиве на конференции мы были и я перехожу к этой не очень хорошей фотографии Симона Зравича но это уже в те годы когда мы с Матвеем стали его учениками это уже были 60-е годы ну вот фотография значит у меня как-то не сохранились фотографии почему-то но тут уже у нас довольно зрелый возраст вот Матвей меня тоже тут можно узнать посреди механик Детловицкий он профессор занимался не важно занимался механикой но это уже было потом а первую задачу которую Симон перед нами поставил это была задача отыскания Чебышевского приближения или определенной системой комплексных уравнений линейных ну она оказалась частным случаем конверс Чебышева аппорсимейшн ну и тут же вслед за этим в этом же году мы опубликовали две статьи и в том числе общий метод для решения задачи конверс программинг пробным это и был метод возможных направлений в момент когда наши статьи вышли мы узнали о том что метод возможных направлений ну другой версии придумал Зойтендейк ниже я покажу вам Зойтендейка значит Зойтендейк в результате этой публикации это была такая небольшая книжечка которая у нас вышла в 63 году и Зойтендейк стал значит звездой первой величины в оптимизации об этом мне говорил Фил Волф так что значит он стал знаменитым ну нам не повезло в этом смысле мало кто за рубежом знал эти результаты или узнавал с большим опозданием из этой серии работ мне хотелось бы отметить работу 5 эта работа ее ее поставил задачу эту поставил инженер грамотный инженер который когда-то слушал лекции Симона Израильевича в республиканском доме пропаганды и задача это состоит в том это называется задача унификации она состоит в том что для того чтобы выпускать какие-то детали затраты задаются интересным образом это ноль если вы не выпускаете и прямая если вы выпускаете но она идет не из нуля а ноль надо поднять на какую-то величину альфа и это будет альфа плюс цх если вы выпускаете инженер то есть это функция вогнутая а надо искать минимум и значит минимум в том числе локальных очень много но многогранник там ограничение линейный многогранник на котором надо было искать очень интересный и оказалось что каждая вершина многогранника можно может быть поставлена ну взаимно однозначным соответствием пути некоторого плоского графа пути длины пути некоторого плоского графа и поэтому эта задача свелась по исканию кратчайшего пути на специальном плоском графе это ну такая для того времени задача сложность n логарифм n и выпуклая в общем для того времени это была довольно интересная работа ну значит целый ряд других результатов было получено в те годы ну и вот этот метод для одновременного решения прямой и двойственной это кстати обобщение танца форда и фолкерсона которое в свою очередь является обобщением венгерского метода решения транспортной задачи о котором я узнал от юрии нервонева ну и целый ряд других работ значит целый ряд других работ и последняя публикация была моя в 78 году потом был даже не девятилетний а более чем десятилетний перерыв о котором я может скажу два слова дальше но это я хотел бы показать значит может быть сделать больше тут сделать больше вот значит дело в том что в Драгобыче в замечательном замечательном городе Драгобыч вот возле Трусковца было проведено 8 всесоюзных школ зимних всесоюзных школ по оптимизации почему зимних потому что на зиму уезжали студенты домой и в общежитии студенческом можно было разместить значит народ вот и педагогический институт давал там своей аудитории для докладов и было проведено 8 школ ну даже Борис Теодорович об этом пишет это были очень интересные школы куда приезжало масса людей и где можно было очень много узнать надо сказать что нынешние мероприятия без денег не происходят это для того чтобы конференция это большие деньги взносы платят и так далее и так далее все эти все 8 школ снижились на энтузиазме энтузиазм плюс значит криминальная деятельность моей жены покойной Любочки вот она работала на книжной фабрике Жовтань Октябрь и нелегально будем так говорить печатала вот эти труды школы которые можно найти в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки эти школы тоже сыграли важную роль ну вот теперь я могу показать это свой тендык я с ним встретился только в 2000 году в 2000 году он мне сказал что он знает он знал о наших работах но узнал об этом с большим так сказать опозданием он в это время не занимался математикой он был политиком членом в Голландии он был членом парламента потом занимался бизнесом мне он сказал так ну ты же знаешь что в методе возможных направлений самым большим самой большой трудностью было зигзагообразное движение надо было его преодолеть оно преодолевается с помощью специального параметра так вот он говорит моя жизнь была зигзагообразным движением но все-таки вот увиделись мы и сейчас я хотел бы рассказать о Борисе Борис ну во-первых это свежая рана а во-вторых Борис сыграл в оптимизации и смежных вопросах выдающуюся роль вы все об этом знаете вот он делал замечательный доклад в октябре я познакомился с ним в 66 ну так сказать визуально мы как бы здоровались и все но по-настоящему познакомились в 66 году на всемирном математическом конгрессе математическом конгрессе в Москве в Москве Боря был там как бы ученым секретарем программного комитета на этом конгрессе было много очень крупных математиков в том числе Стив Смейл был Стив Смейл как раз получил Филдс Медал Филдсовскую Медаль именно в Москве первую статью которую я прочитал Бориса это была статья в 63 году публикованная и в этой статье он ввел условия вот оно здесь это условие значит сейчас он называется поликлотчевский кондишн вот это вот условие оно не требует выпуклости не требует сильной выпуклости но вот оно такое специфическое что как бы норма градиента контролирует расстояние до решения по функции это условие позволяет получить в две строчки вот эту оценку скорости сходимости вот эту оценку скорости сходимости и сейчас оказалось что функции которые нужно минимизировать в машин лернинге и в других областях так называемых data science она как раз эти функции обладают вот этим свойством поля глазеевич и метод этот очень простой оказался эффективным для решения задач машин лернинг гигантской размерности вторая работа примерно примерно в то же время было сделано это heavy ball метод это метод тяжелого шарика тоже 60 лет тому назад это heavy ball метод в вязкой среде и тут появляется вот это поляк моменту добавляется beta на x к минус то есть он становится этот метод фухшаровый как бы фухшаровый и это позволяет вот когда градиентный метод он может зигзагить туда-сюда а это моменту он как бы сглаживает градиентный метод и усиливает скорость сходимости ну Юра Нестеров много сделал в этом направлении в данном случае вместо знаменателя прогрессии 2 на мю вы получаете 2 на корень мю что очень существенно Юра сделал быстрый градиентный метод Юра Нестеров вот который позволяет при отсутствии каких-либо серьезных предпоснований только условия липшица на градиент надо и там сходимость вместо единицы на К единица на К квадрат очень широкое распространение тоже как бы двушаговый градиентный метод огромное количество ссылок ну и дальше это его работы по негладкой оптимизации которую вы знаете наверное лучше семья и вот это работа с Левитиным работа с Левитиным которая ну с моей точки зрения 65-го года во-первых ее рецензировал Симон Израевич поэтому мы с Матвеем видели еще эту рукопись Бориса Бориса и Жени Левитина мы видели эту рукопись ну она конечно это была на то время потрясающая работа она устанавливала новые стандарты там для широкого круга методов были не только установлены сходимость свойство сходимости ну и скорость сходимости ну Боря дал мне эту статью я уже показывал что когда она немножко так сказать потрепалась то Любочка мне ее перевела переплела вот если уже больше 50 лет не расстаюсь большой склад он ну я не могу здесь останавливаться подробно на его большом классе работ с Цыпкиным ну вот это по рационному неравенству с Бакушинским эта фотография мне очень нравится здесь Аликиов и Борис Теодорович Поля Володя Тихомиров и Володя Демянов ну это уже ясно что они в зрелом возрасте все они сделали абсолютно существенный вклад в становление современной теории оптимизации на меня лично очень большое впечатление произвела статья Алика Йоффе и Тихомирова 68 года успехов математических наук ну значит да Боря очень по-доброму не относился и это книга в которой он подвел итог достижениям в оптимизации 60-е и 70-е годы очень популярная очень содержательная книга вот ну я не не смог ему ответить тем же то есть смог но я не мог не смог получить фидбэк от него потому что я опоздал с этим вот ну и закончить хотел бы я вот этой фотографией где вот три полика она была сделана в Энарморе в 1994 году скорее всего ну я немножко перевалил за час извините пожалуйста и большое вам спасибо за внимание и за то что пришли сегодня буду рад ответить на ваши вопросы у кого есть какие вопросы пожалуйста задавайте вот это тот слайд который я пропустил линейное программирование следует рассматривать как часть великой революции которая дала человечеству возможность формулировать большие цели и указала наилучшие пути для достижения этих целей в практических ситуациях огромной сложности ну я так бы как анекдот могу вам рассказать что когда вот этот бум происходил а бум действительно был немыслимый было за 10 лет примерно опубликовано 3000 статей 3000 статей по интерьеру по интерьеру и Джордж Данцик приехал в IBM значит и мы с ним после ланча как-то стали беседовать и он мне говорит Роман слушай ты можешь мне очень просто объяснить в чем тут дело почему все так особо это и я ему постарался это объяснить на таком примере найти минимум х одна переменная х при ограничениях х больше либо равно нулю значит эта задача эквивалентна отысканию минимума максимума из х и минус х это уголок вот этот негладкий и потом есть барьерная функция которая как бы аппросимирует вот эту негладкость и я ему нарисовал вот именно тот рисунок который я вам показывал он был просто ну немыслимо оживлен я бы я бы был очень тоже был очень рад большое спасибо у кого какие вопросы пожалуйста задавайте я знаю доклад был такой ашараш не могут прийти в себя прекрасный доклад конечно ну вопросы задавайте вопросы пожалуйста можно вопрос вот известна книжка Зуховицкого Авдеева вот линейное выпуклое программирование вот учебник а вы можете что-то рассказать про соавтора про Авдееву да конечно могу конечно могу рассказать дело в том во первых что это было две книжки а первая была издана в 64 году а второе издание было в 67 Авдеева это была одна из учениц одна из учениц Симона Израильевича по Киевскому университету вот тогда когда учились эти великие люди вот Скороходы Владимир Сергеевич Михайлович и все-все и тоже Авдеева Лидия ее звали Лидия Авдеева училась когда Симон Израильевич после ну будем так говорить умеренной ссылки в Луцк вернулся и получил место в Киевском пищевом институте институт пищевой промышленности у него ассистентка была Авдеева и Авдеева значит вот все примеры которые там многочисленные примеры есть это все Авдеева решила ну с помощью карандаша и бумаги тогда компьютеров не было естественно вот вот это Авдеева уже этой книге много лет я удивляюсь что молодые люди знают об этом у меня вопрос к Роману Ароновичу каким образом вы начали заниматься равновесными задачами это Чебешева да нет я я отвечу на этот вопрос я отвечу на этот вопрос дело в том дело в том что вот нам стало известно еще до всех Нобелевских премий до всего что Нэш вот с Нэшем было Джон Нэш ну он уже не с нами вот он трагически погиб Джон Нэш он трагически в автомобильной катастрофе просто погиб когда он возвращался из Стокгольма после получения вот этой премии значит нам было известно что Нэш в начале 50-х занимался играми многих лиц вот значит это было отправной точкой наших занятий дело в том что ну как бы играми считалось что главный человек это Николай Николаевич Воробьев в Ленинграде ну потом Борис Николаевич занимался и все но это были другие игры а вот нам показалось что Нэш Эквилибриум очень близок к задаче выпуклой оптимизации это не совсем так это не совсем но но дальше оказалось что Нэш Эквилибриум тесно связан с моделью равновесия Валера Савальда Валера Савальда вот об этом мы узнали мы узнали ну это как бы так вот так получилось что книга линейные неравенства у меня была с начала 60-х годов а обратили внимание мы на статью Куна где есть вот эта задача Валера Савальда 10 лет спустя в связи с Нэшем и когда у нас появилась работа в докладах Академии наук о эквивалентности Нэш Эквилибриум и Валера Савальда Эквилибриум вот так оно произошло давно это было в 69-м году эта статья получается что вы пионер так получается что ну по этим да по этим ну так на Западе так считали должен вам сказать что отношение Запада к ну вот восточному блоку в смысле оптимизации как провинции оно закончилось это отношение абсолютно закончилось с работами по негладкой оптимизации и вот работы и Бориса Николаевича и Бориса Поляка и в особенности на ума Шора очень хорошо известный я очень подружился с Филом Волфом вот когда я работал в Айбем он они же переоткрыли они переоткрыли Волф или решали там через 10 лет или больше переоткрыли негладкой оптимизации и значит он очень Фил очень высоко отзывался об этих работах можно пару слов на комментарии не вопросы да да Бори это Кнопов говорит я с большим удовольствием прослушиваю нынешний доклад и первый доклад который это делал мы знакомы уже наверное порядка 60 лет я прекрасно помню те времена когда Симон Жай приходил с Поликом и с Примаком к нам на семинар еще старое старое здание из тут кибернетики ну и после этого мы время от времени общались я с большим удовольствием как-то опустился в эти далекие годы и с большим удовольствием прослушиваю сегодняшний доклад и прошлый я прекрасно знал Симона Израиль я была у него дома потому что у меня было когда он возвращался в Киев его дочка с нами училась Марина 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 да извини извини я сейчас хочу одно слово сказать Маринын сын Алекс Алекс Экскин выдающийся математик он получил самую крупную премию по математике пару лет тому назад ему уже сейчас 56 сколько-то лет они получили выдающиеся результаты с Мирием Мизрахани это единственная женщина филсовский лауреат из Ирана он с ней очень долго работал но он не мог получить филса он уже был больше 40 лет она получила филсовскую медаль но она к сожалению умерла ей было 40 лет когда она ушла извини Павел извини пожалуйста я хочу добавить к этому что когда Марина и Гриша проезжали мы были в Сеград по-моему по Сегдефе Сегдеф вот с Василием Однокометным Горбачуком и они иногда в Киев приезжали как ординаторы этого графа этого графа и я вот мне Марина говорила что мой как раз мой сын очень такой известный и с такой годностью говорила о своей математике о своем сыне ну конечно это все очень понятно было послушать и я с удовольствием опустился так сказать тем временем вот очень понятно было и Борю послушать и конечно теплые слова и Духовицком Духовицком я могу добавить вот с Духовицком Денхин делал интервью со многими математиками да есть и не только математиками и вот когда Скороход делал ему интервью и Гильда Денхин у него спросил а кто это кстати большее впечатление из преподавателей на вас оказал когда вы учились в университете и Скороход назвал по-моему Духовицкого он читал мат-анализ на первом курсе у Михалевича Скорохода и вот Скороход вот очень высоко оценил Духовицкого относился к Зуховицкому ну и по индукции к нам уже вот я еще хотел сказать что последнюю филсовскую премию с 22-х год насколько я помню получила Вязовская да-да-да про Кубы это задача упаковок под которыми занимается как раз Тетсюк и Романов у них много статей но у них в основном там вычислительные алгоритмы а у него были аналитические алгоритмы еще она сейчас в Швейцарии работает в хорошем университете по-моему в Цюрихе вот но она начинала здесь этой задачей заниматься в Киеве в принципе там в чем дело что на самом деле эти подходы вот этот аппарат он применим не просто к линейным программированием а вообще к любым задачам я думаю даже думаю что даже каким-то там таким дифференциальным уравнением потому что там какие-то условия оптимальности всевозможные вот поэтому там это все очень серьезно и задача очень сложная да да конечно вот она по-моему вторая женщина которая получила филт да 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 извините у меня тут была авария с компьютером я чуть-чуть пропустил и я помню понял что я пропустил как раз вопрос о книжке Зуховицкий Авдеев линейная программистка да и я помню ну я не знаю в чем состоял вопрос но я помню свои 81-82 годы я очень сильно получил ну в смысле удовольствие от прочтения вот этой книжки вот методы которые там были симплексные они касались многогранников как раз в форме неравенств и это объясняло очень много краеугольных камней связанных с множителями лагранжа по отношению к классической форме ах равно б там и х больше нуля и у меня очень хорошее впечатление об этой книжке осталось и мало того я несколько раз даже перечитывал вот эту книжку а вот сам симплекс из этой книжки он был ходовым у нас при решении задач по транспорт ну по гражданской авиации под руководством юна Геннадия Николаевич и в принципе вот эта программа сделанная на базе вот этой книжки она была одной из таких подпрограмм которая разрешала вот эти задачи линейного программирования небольшие под схему декомпозиции и это было таким как бы ну как когда метод это одно а когда это все работает и движется там на компьютере для меня это произвело впечатление в 80-е годы вот здесь очень хорошие воспоминания об этой книжке кстати сказать четвертую и шестую главу в этой книжке это мы с Матвеем написали транспортная задача и выпуклая да спасибо большое я вижу тут есть рука Николая Георгиевича Жульбенко Николай Георгиевич пожалуйста в связи с историей бума оптимизации после публикации в Соединенных Штатах статьи в газетной прессе русские впереди ну по поводу методом негладкой оптимизации через некоторое время Новым Дюсидович меня позвал говорит вот есть такая статейка по поводу использования обобщенного градиентного спуска там есть забавные вещи ну в общем ребята реализовали классический градиентный спуск применительно транспортная задача к решению двойственная задача ну получили результаты которые характеризуют как достаточно эффективно но в конце они замечают но мы говорит не понимаем почему по функционалу алгоритм сходится к решению а по переменным получает различные точки но мы шором так сказать немножко позабавились потому что как известно двойственная задача классическая транспортная задача имеет неоднозначное решение с точностью до сдвига на константу такой вот забавный случай но это как по поводу того как распространялись вот эти негладкие оптимизации вы знаете Николай я помню я помню прекрасно хотя это было больше 60 лет тому назад я помню первый раз на ум пришел дело в том что семинары вот Симона Жальча они начинают ну первый раз когда я попал туда это был начало 62-го года начало 62-го или 61-м начало 62-го года да вот они проводились в институте пищевой промышленности а через некоторое время ну завкафедра или кто Симон Жальч был профессор он не был завкафедрой ему сказал что вы знаете к вам на семинар ходит слишком много евреев и тогда Симон Жальч решил да а он 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 читал лекции в республиканской доме научной пропаганды и я помню замечательно помню как были по городу афиши 8 лекций по линейному программированию 61-й год 62-й и тогда этот семинар перевели в республиканский дом теперь я вернусь к Науму и Наум делал доклад вот первый раз рассказывал об этом ну он вышел к доске взял мел поставил точку Наум был очень стеснительный он был у него все было внутри очень глубокий и стеснительный он поставил точку и стоит и стоит ну и стоит уже 2-3 может быть минуты и тогда Симон Жальч Наум ну и он начал рассказывать и он впервые рассказал вот эту важную идею что не может этот обобщенный градиент долго блуждать он придет в окрестность тогда это был результат что рекорд заказ шагов стягивается к решению потому что ну это замечательная идея простая но замечательная идея это очень очень я был впечатлен тогда но я и сейчас впечатлен еще вопросы есть или комментарии пожалуйста поставь если есть вопрос еще если можно а вот в то время как приходили вот идеи из теории приближения типа там алгоритм Ремеза вот тоже Ремез киевский математик да 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 могу конечно значит это интереснейший вопрос алгоритм Ремеза интересный вопрос интересный дело в том что если вы приближаете непрерывную функцию на 0.1 то со времен Чебышова известна теорема об альтернансе это означает что наилучший многочлен наилучшего приближения n-ой степени будет альтернировать вокруг приближаемой функции и максимум разности будет в n плюс одной точке в n плюс одной точке и альтернанс и на этой основе Ремез построил алгоритм он значит взял n плюс одну точку произвольную построил многочлен потом взял разницу и нашел максимум разности и вот этот максимум разности он вставляет число вот этих точек и одну точку вынимает вставляет и вынимает и это по-моему до войны еще даже то есть это типа метода отсекающей плоскости потом этим занимался Келли есть Келли метод отсекающей плоскости это Ремеза алгоритм он вот понимаете как получилось если вы сделаете густую сетку то вы получите переопределенную систему если вы получили переопределенную систему перенесите в левую часть возьмите модуль разности возьмите максимум вот это то что надо минимизировать это ведет к линейному программированию вот почему вот Симон Зравич значит получил это но я хочу сказать что Ремез как-то не популяризировал это ну это как-то более-менее незамеченно прошло то есть наверное специалисты теории приближения может быть с этим много сталкивались но мимо оптимизации оно пошло насколько я помню в сборнике теории оптимальных решений были ссылки на Ремеза насколько я помню теория оптимальных решений который создавал 60-й годов у меня такой вопрос у меня такая просьба рассказать подробнее про статью 68-го года про невыпуклую задачу вот это а вот это значит я сейчас начну даже чуть-чуть далеко дело в том что в 62-м году Симон Зравич ездил в Ленинград в Ленинград ездил на быть официальным оппонентом по докторской диссертации Веденского вот и там он значит ну естественно встретился с Танторовичем и его группой и оттуда он привез задачу и эта задача задачу называлась так он привез транспортная задача с оплатой за паровоз очень важно значит транспортная задача необычная это CIJ умножить на XIJ две суммы потом ограничение сумма XIJ по J это AI и сумма XIJ по I это PJ вот и все а с оплатой за паровоз это вот как значит в классической транспортной задачи значит у вас стоимость пропорциональна количеству перевозимого груза то есть единица груза это CIJ если вы перевозите XIJ вы должны умножить что такое с оплатой за паровоз значит если вы не везете по IJ не везете ничего так то ноль вы платите ноль но если вы везете функция скачет и тогда она равна альфа плюс CIJ XIJ она скачет то есть ноль в нуле и линейная надо линейную функцию ну как под углом поставить но вот эта точка и она пересекает ось Y надо спустить в ноль этой точки нет она в нуле ноль в нуле и это означает что функция вогнутая вот вот эта функция о которой 68 года это функция именно такого типа именно такого типа что ноль в нуле а не в нуле альфа обязательно больше нуля плюс CI I XI это вогнутая функция но удачей и вот то что мы заметили это очень была большая удача что ограничения там такого типа X1 больше либо равно нулю меньше либо равно T1 X1 плюс X2 тоже ну все они не отрицательные не буду говорить меньше равно чем T1 плюс T2 и так далее X1 и так далее Xn меньше либо равно чем сумма равно равно сумме вот этих чисел этот многогранник очень специфический и его вершины можно значит ассоциировать с путем с путями в плоском графе в плоском графе значит функция обогнутая ищите минимум решения вершины это очевидно для всех теперь каждая вершина ассоциирована путем из источников сток на некотором плоском графе что же остается делать найти кратчайший путь и вот это то что произошло но потом потом мы это обобщили и уже не такая функция вот просто вогнутая еще много каскадная такая вогнутая функция там использовалось динамическое программирование и другие вещи ну это уже стало более сложным делом там просто не объяснишь это была статья в экономике Махмедзады довольно длинная статья кстати сказать это ну большой вид деятельности на западе тоже это называется стандартизейшн почему ну что вы решите эту задачу кажется что надо выпускать восьмой допустим 50 разных продуктов восьмой продукт там 15 и 50 а все остальные можно не выпускать вот это стандартизейшн ну это трудно мне объяснить на пальцах но вот это все что я могу сказать да очень интересно надо будет отдельно посмотреть эту статью это да было тогда очень занятно для нас спасибо спасибо роман романович есть еще вопросы докладчику да николай георгиевич вы руку поднимаете да да ну я вот по поводу вот этих задач фиксированной доплаты их можно назвать наверное вы роман имели тесную связь с Трубином Владимиром он занимался такими задачами спасибо вам большое за доклад и я хотел бы ну жизнь вы прошли большой путь в науке сейчас в наше время наверное всем понятно ориентироваться сориентироваться по массе информации который нам дает сейчас современный интернет и так далее очень тяжело хотелось бы может быть вы несколько слов скажете об актуальных проблемах в наше время как вы считаете какие направления сейчас перспективны и если можно чем частности вы занимаетесь сейчас какой основной проблемой спасибо большое ну вот значит буквально там некоторая может быть недель там две пять или три недели значит приняли нашу статью с моим учеником это Игорь Грива Игорь Грива ну он кончил МГУ потом попал ко мне Мэйсон оказался способный и необыкновенно работоспособный человек короче получил от нас он получил PHD а постдок на постдок его пригласили в Принстон и он прошел Принстон ну и потом мне удалось его вернуть в Джордж Мэйсон университет зачем я об этом говорю вот или статью в котором мы ну он главным образом сделал numerical implementation вот этих результатов о которых я рассказывал эта статья моя называется ноль линия продакшен консамшен эквилибриум это generalization такой серьезный generalization в разных направлениях вот модели Вальраса Вальда или Вальраса Леонтьева значит это моя статья я сейчас скажу более детально что к чему эта статья будет опубликована в специальном сборнике посвященном столетию со дня рождения Тэвида Кейла если кто-нибудь помнит его книга замечательная была переведена в 63 году на русский язык ну он ушел от нас вот он он был ученик Куна и Такера так вот в этой статье в этой статье значит ну во-первых сама постановка доказательства существования вот этого равновесия и как его искать и вот оказалось что если использовать экстракратиентный метод экстракратиент это метод который впервые впервые выдвинула и опубликовала Галя Карпелевич покойная первая жена Бориса Теодоровича Галочка Карпелевич немыслимая красавица ушла ей было 45 лет экстракратиент ну это у меня экстра псевтоградиент в нашей в этой в моей статье потому что там нет градиента там так называемые псевтоградиенты я эти результаты рассказывал вот Петр помнит наверное ну на этом на этом семинаре значит задача там не оптимизационная ну так сказать там нужно решать вариационное неравенство вариационное неравенство теперь чем замечательно это дело тем что вот в этой работе с Игорем Игорь сделал нумерикал и в этой работе с Игорем было подтверждено все эти оценки сложности которые я получил подтвердили и самое интересное что по количеству шагов сложность пропорциональна количеству продуктов а по количеству операций это количество продуктов то есть это ну по-моему очень замечательный результат я очень рад что Игорь это все смог довольно быстро сделать и ну мне кажется что ну это такая интересная проблематика мне так кажется ну а если уж говорить как сказать ну что бы мне хотелось ну у меня есть всякие я бы так я их называю грязные мысли потому что вот решить задачу минимизации вогнутой функции минимизации вогнутой функции на многограннике это пора пока это пока мечты вот как их превратить в реальность это интересный вопрос интересный вопрос это очень ну это NP-комплит конечно задача это так сказать но даже NP-комплит сейчас научились делать такие вещи что вы не получаете решение NP-комплит не получаете но вы получаете оценки которые ну хорошие бывают оценки которые показывают что так сказать все таки удается что-то сделать в сложных задачах вот это два направления вот равновесие и вот эти задачи ну понимаете вообще говоря я об этом я об этом не мог сказать ничего потому что значит ну время и все такое но я хотел бы воспользоваться со случаем и сказать следующее вот я показывал картинки и каждый мог видеть каждый мог видеть что значит барьерная функция дает гладкую аппроксимацию дает гладкую аппроксимацию за вот этой негладкой unconstrained minimization function но эта гладкая аппроксимация в решении абсолютно не годится потому что между аппроксимирующей между аппроксимируемой функцией и аппроксимацией разница плюс бесконечно так вот оказывается вот оказывается что вот эту барьерную функцию нужно преобразовать ну и это в общем большая тематика связанная с моими результатами и если эту функцию барьерную блок барьер правильно преобразовать и снабдить множителями Лагранжа активно не пассивно а активно множителями Лагранжа то при оптимальном значении множителя Лагранжа при оптимальных значениях разница между негладкой функцией и гладкой аппроксимирующей будет равна нулю нулю то есть вы получаете скачок между бесконечностей ноль теперь а когда нулю ну вы же не знаете оптимальные множители Лагранжа и не надо если вы используете информацию о минимуме или приближение минимума вот этой модифайл барьер фаршн для обновления множителей Лагранжа то вы получаете не теплый старт когда надо очень аккуратно идти после этой линии которая соединяет минимум централ бас очень аккуратно надо идти а вы получаете так называемый горячий старт и вместо вот этого корня из н начиная с некоторого момента получается логарифм потому что если вы применяете множитель применяете метод Ньютона так там же получается квадратичная скорость это есть ну в общем это есть такое тоже направление деятельности я думаю что я отправлю вот на адрес который Петр мне пришлет я отправлю эту книгу и из нее станет мне кажется очень понятно о чем я сейчас говорю ну а для того чтобы дать вам действительно математическую структуру и все это дело это нужны другие доклады спасибо большое Роман Романович меня слышно вас слышно Петр я извиняюсь у меня сейчас мобильная связь в смысле мобильный интернет если не будет слышно да пожалуйста если есть еще вопросы то ну я думаю что мы немножко перебрали время 15 минут но это не страшно и если нет вопросов я прокомментирую вот этот семинар который о котором упоминал Роман Аронович Поляк он мы проводили 29 ноября там есть запись этого семинара которую которая размещена и я буду рассылать на всех вот эту новую запись я могу послать и посылку на ту запись того семинара где речь шла о том о чем сейчас говорил Роман Роман Аронович большое вам спасибо за интересный доклад я думаю что тут поднималось столько вопросов что если вы еще захотите какой-то доклад сделать мы всегда будем рады вашему докладу а что касается адреса то я постараюсь завтра вам отправить наш адрес институтский или свой домашний на который вы можете прислать эту книгу а взамен я хотел вам отослать три книги избранных трудов Наума Зусилевича которые мы делали вместе с молдавской стороной с Дмитрием Ильичем Соломоном и я надеюсь что я от вас получу адрес на который я могу отослать эти книги да хорошо спасибо большое если были какие-то неувязки в проведении семинара извиняюсь у меня тут с компьютером случилась авария я сейчас перешел на ноутбук так что да хорошо тогда всем если можно если можно я хочу ну я старый человек в общем уже и ну у старого человека есть мечты часто они не сбываются а я мечтаю о чем мечтаю я сейчас вам скажу я мечтаю о том чтобы у вас все все ваше горе кончилось благополучно и как можно быстро и как можно быстро чтобы вы начали настоящую новую независимую жизнь а у меня хватило сил вам приехать и сделать может быть один или несколько докладов вот о чем я мечтаю да спасибо Роман Аронович за сказанные слова и смотрите у нас есть плана в следующем году в мае провести конференцию уже не онлайн а оффлайн в Киеве так что если вы готовьте доклад готовьтесь вот в это я не знаю получится ли она в оффлайне но такие мечты есть и это как раз время маи которые ну это время когда цветут каштаны в Киеве именно так да именно так хорошо тогда так если хочет кто-то еще что-то сказать поднимайте руку или открывайте микрофон ну хорошо тогда сейчас 17.49 немножко затянулся наш семинар но я так понимаю что доклад был настолько интересным что то что затянулся семинар неудивительно тогда еще раз спасибо Роману Ароновичу за доклад спасибо всем за участие очередной семинар до свидания очередной семинар у нас запланирован на 28 марта тему семинара вы узнаете спасибо всем до свидания бай-бай до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...